Буду стараться писать более мелкими буквами, и все равно мне, наверное, будет не хватать. Так что, давайте я так буду делать. Итак, значит, такой подзаголовок, чтобы как-то разделять наш рассказ. Я его назову там «Основное операторное точность». Ну, смысл в том, что это будет некоторое такое формальное тождество, которое мы затем будем использовать для вывода разных соотношений. То есть оно, конечно, не основное в математике, но для нашей темы важное. Значит, я напомню, что у нас, вот когда мы в прошлый раз рассматривали производную фрише, появлялся оператор производной фрише, то есть мы говорили, что вот, ну, вот если взять дифференциальную функцию, взять предел фриэкционно-стремящийся к кругу, гемицина-эпсилом, превращение нашей дифференциальной функции в некотором направлении W, вот, то, значит, показывали, что если надо брать линейную часть этого превращения, только она внесет вклад в это выражение. Вот, получится следующее. Значит, D, S, W, W — это направление, вдоль которого берется, значит, превращение дифференциальной функции, D, U, S, F, W, F, W, W. То есть вот как выглядит, что ли, производная фрише. Вот, сегодня речь пойдет сначала об этом основном операторном тождестве, вот об этом операторе. И дальше мы воспользуемся, конечно, тем, что оператор, который здесь записан, это, по сути, оператор Иблик. Но если придать вот этому W, то значение, которое придает люди, тот смысл, который придается ему, когда мы рассмотрим оператора Лейбёкова. Итак, мы рассмотрим вот такое выражение. Некоторая произвольная функция небольшой умножить на вот это вот выражение. Ну, по умолчанию у нас предполагается суммирование по нульке индексом. Вот, но чтобы вывести соотношение, которое я буду выводить, я предположу, что суммирования нет. Я буду как бы рассматривать отдельные группы слагаемых. Отдельные группы слагаемых. Вот, прием, который будет использоваться при рассмотрении, он, ну, как бы аналогичен приему, вот, которым мы пользовались при выводе оператора Эйлера, там мы интегрировали по частям. Он был интегрирован по частям. Вот тут вот, как бы, рассуждения все аналогичны. То есть это такие вот, такого типа рассуждений. Как интегрирование по частям. Итак, значит, я возьму сначала слагаемость s, равную нулю. И тут, конечно, нет у нас никакой возможности ничего преобразовывать. Да, почему? Потому что по умолчанию предполагается, что у нас вот такое выражение. Это просто, ну, сейчас я напишу, что это такое. Это просто вот, что такое. Вот, конечно, ничего не преобразовывать. Дальше я возьму группу слагаемых s, равную нулю единицей. Вот, ну, здесь у нас тогда, вот, что превратится в форму. Значит, суммирование пока предполагается. То есть я беру группу этих слагаемых. Значит, сумму пока. Вот, ну и, значит... Да. Туши, куплю в эту форму. Туши, прошу прощения. Тут-то я, по-салому. Вот, если вот. Д, на, субблю. На, Д, плюс, К. Вот, так. Значит, я его преобразую. Ну, вот, соответственно, с этим правилом. Давайте, для однообразности я, такой глупый, сначала сделал шаг вот такой вот. Значит, вот сюда перенесу. Д, Л, К. Так. Вот. И теперь я, как вот при интегрировании по частям, представлю это как, значит, производную от произведения всего, что здесь написано. Значит, это будет В, 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 Д, П, К. Вот. Ну, а дальше, я, конечно, чтобы это получить, должен вычесть. Должен вычесть. В, 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 В. Ну, вот. Первый шаг сделал. То есть, вот я преобразовал. Значит, дальше. Давайте посмотрим, а что будет, если я возьму слагаемое с S равен 2. В, 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 В. Сумирование по корректе. Ну, по шагам. Значит, первый шаг точно такой же, как здесь. То есть, я запишу так. ДКДМ, да? Д КДМ, ВВВДУКП. Так, і, значить, мінус ДМВДУКП. То есть это так, я сначала действую сюда, потом сюда, вот это то, что объем не читаю. Вот, но опять же, я вот, пользуясь тем, что у меня тут идет суммирование по К и ПМ, это как бы такие молчащие символы, я имею право вот здесь вот К и ПМ поменять местами, ну, формально как бы они здесь поменяются местами, но дело в том, что производная в таком порядке К и ПМ, все равно, что производная в порядке МК, то есть там я не буду менять, просто напишу результат, вот первое слагаемое также, ДК, ДМ, В, В, ДУ, К, М, здесь напишу так, ДК, ДВ, В, ДУ, К, М, вот так. С вот этим слагаемом я проделываю еще раз эту же самую операцию, то есть у меня когда производная, вот эта ДТК, она видит, как ДК, ну, а тут, что получится, я в скобках напишу, тут что есть, вот здесь вот ДМ, ДМ, В, ДУ, К, М, минус, да, вот отсюда, ДМ, В, ДУ, К, М, ну, вот так вот. Значит, ну, вообще цель, к которой мы стремимся, да, это написать вот такую производную, вот здесь я напишу, а что такое, вот такое выражение, ДК, здесь С, ДКС, вот выражение для такой вот производной, что мы написали. Ну, в принципе, видно, что когда С равно нулю, да, это у нас соответствует вот этому случаю, а когда С равно единице, ну, то есть в данном случае это индекс С здесь, вот что получается, да, ну, а наша задача написать, вот для общего случая, что это, ну, не знаю, то есть вот, как бы глядя на вот эту вторую, что ли, итерацию, можно уже написать это выражение? Ну, вот я бы про себя сказал, что мне еще сложно вот написать, поэтому давайте я третью итерацию напишу, а если вам уже все понятно, то напишите просто, хорошо? Вот, то есть, я рассмотрю следующий случай. С внутри, значит, ДКЛМ, ВВВУКЛМ. То есть тут вот этот С, мультииндекс, это вот это ЛМ, да. Ну, что получится. Ну, значит, первый шаг. Так, вот, то есть одну вот эту производную первую, как бы, цепили, да. Вот, ну, а на самом деле затем я снова пользуюсь этим же самым приемом. Мне вот индекс К, ну, так вот, чтобы сюда вот засовывать со слагаемым, ну, то есть, как бы, чтобы дивергенцию полную выделить, я, как бы, формально таки индекс К сюда перенесу, вот, и снова этим приемом воспользуемся, да. И тогда что получится у меня? ДК, значит, здесь ДЛМВВВВВКЛТ. Вот, ну, и чтобы скомпенсировать, я должен, как бы, записать так, вот, как бы, ДЛМВВВВВВВКЛТ. В, 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 В. К, В, 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 В. тут компенсируется со знаком плюс. Ну и еще раз я проделываю этот же самый фокус, то есть еще раз отсюда я полную неверенцию снова выделяю и сюда ее вношу. Вот в результате получается так. ДК на меня три слагаема тут будет. Первое такое ДЛП, ДЛП, КЛП. Минус ДЛП, 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 ДП, КЛП. И отсюда плюс ВДЛП, ВДЛП, КЛП. Ну вот, а что остается? Остается вот что. Минус ВДЛП, ДЛП, КЛП. То есть ВДЛП, ВДЛП, КЛП. Вот так получается. Ну вот думаю, глядя на эту итерацию уже можно записать, что же получится, когда мы рассматриваем вот это. То есть у нас будет вот это вот ДК, да, дивергенция. От чего? От какого выражения? Ну давайте смотреть. Вот тут у меня фактически стоит С, да? Вот здесь у меня стоит фактически С-1, а вот здесь фактически стоит С-2. Ну Д, да? ДС, ДС-1, ДС-2. Ну а здесь наоборот. Вот это выражение наоборот. Д0, Д1, Д2. Ну, имеется в виду, он имеется, да? Вот. Вот. А знак минус появляется, так вот, он возникает. В каком? Ну как вот? Вот когда тут вот нулевая степень, минус единица в степени 0, первая степень. Первая, да, и так далее. Вот. Ну, значит, я явно эту сумму запишу как сумму. Значит, это будет сумма по P от 0 до S. Дальше здесь у меня идет, вот здесь вот, вот это, да, минус единицы идет, в какой степени? А вот в этой степени P, да? В степени P идет. Дальше идет D. Вот эту производную я записываю. Эту, эту, эту. Это что такое? Это вот такая производная порядка S-P от W, вот, и, вот, которая появляется, это производная порядка P от W, D, U, K, S. Так, это дивергенция. Дальше появляется вот здесь вот, ну, видно, да, что вот здесь появляется минус единица. Вот здесь была плюс-единица, значит, плюс-минус единица. Значит, плюс-минус единица в какой степени? Значит, вот смотрите, K, S, если у нас S было равно 2, да, тут появлялась минус единица. Да, ну, значит, это будет S плюс 1, да, ну, значит, это будет S плюс 1, так, минус единица степени S плюс 1. Дальше идет W, D, ну, тут мы пишем вот это вот самое, S, W, D, U, K, S, да? Ну, то есть, что мы сделали? Мы вот выделили дивергенцию, такую полную дивергенцию из, фактически, вот, исходного выражения, выделили полную дивергенцию. Ну, точнее, из каждого слагаемого, как бы, выделили там, где это возможно, да? А, значит, теперь возвращаемся к нашему исходному выражению и... Давайте, я здесь запишу исходное выражение. То есть, мы вот этот оператор, что ли, рассматривали? В, D, значит, S, W, D, U, S. Вот мы этот оператор рассматривали. Теперь мы, ну, явно напишем, что это здесь идет сумма по мультиимусам, то есть, суммирование по S от нуля до бесконечности. Вот явно это напишем. Ну, как бы, понятно, что какая-то... Этот оператор действует на какую-то дифференциальную функцию, которая зависит от какого-то конечного порядка производства. Поэтому тут, конечно, этот формальный ряд станет конечной суммой. Ну, в общем, удобно работать именно с таким формальным рядом. Значит, здесь удобно, вот в этом выражении, чтобы воспользоваться тем, что мы вывели, удобно выделить первый член. А это такой будет. В, W, D, U. И все остальное. А все остальное записать так. Сумма по S от нуля до бесконечности. И теперь здесь у нас V, D, K, S, W, D, U, K, S. И теперь воспользуемся уже этой формулой вот в той второй сумме. Да? Получим. Так, ну, я немножко тут поменяю порядок с множеством. Для красоты. А здесь, значит, идет у нас... Ну, первая сумма вот эта вот. Понятно, что D, K, вот эту общую производную, можно вывести за знак суммы. Да, то есть, тут будет, так, вот, D, K, здесь будет сумма по S от нуля до бесконечности. Ну, а дальше идет сумма по P. Сумма по P от нуля до S. Так, минус единицы степени P. Просто переписка. И так, скулочки покрылись. И вот это слагаем еще. Так, и плюс сумма. Ну, в принципе, дублевая можно вытащить до стойки, да? Сумма по P от нуля до бесконечности. Минус единицы в степени S. Плюс один. Плюс один. А, D, K, S. В, D, U, K, S. Ну, вот. Так, ну, первый шажок такой вот. Вот здесь, вот в этой сумме, в этой сумме мы, как бы, ну, такую, что ли, сделаем замену. Вот здесь вот S введем в штрих, равное S плюс один. Значит, тогда, что это такое будет? Вот здесь вот у нас S штрих прямо стоит. Сумма сама получится, как, ну, превратится в сумму по S штрих от единицы до бесконечности, да? То есть, если S равно нулю, то есть штрих единицы, да? Ну, и само вот это вот K, S, это, конечно, не что иное, что как S штрих, да? То есть, тут у нас, по сути, идет суммирование по S штрих. Вот. Значит, сумма будет у нас от единицы до бесконечности, но у нас есть еще вот это вот нулевое слагаемое. Вот оно. То есть, фактически, вот первое слагаемое, последняя сумма объединяется. Вот. Они у нас, ну, ладно, я напишу, значит, здесь. То есть, объединяется в такую сумму. Сумма по S от нуля до бесконечности минус единицы в степени S D S V D U S И я S штрих сломаю, если достаточно хорошо. Так. Ну, а вот это степени дивергенции, я просто переписываю пока. Ничего не меняю. Сумма по S 0 С С С 1 2 2 2 3 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 8 10 10 11 15 14 15 15 20 20 21 21 21 Но речь идет о том, что я хочу, конечно, поменять порядок суммирования местами и сделать некоторую замену этих индексов суммирования. Это более естественно. Не знаю, кто как это делает. Я обычно рисую какую-то такую диаграмму. Значит, индексы суммирования, а вот S, P, если вот так их изобразить, то суммирование как у меня выглядит? По S у меня от нуля до бесконечности, то есть у меня как бы S меняется вот так, а P у меня меняется от нуля до S. Ну, то есть я должен нарисовать линию S равно P, и по P у меня ведется суммирование от нуля до S. То есть я суммирую на самом деле сначала вот по таким вот вертикальным линиям, от нуля до S. Ну, а потом все эти линии еще складываю по S, а когда я меняю порядок суммирования, я что делаю? Я наоборот. Сначала должен, ну, по той же самой области должен суммировать, но сначала я должен суммировать вот по таким линиям, да? Вот по таким линиям, а потом я должен суммировать вот все эти линии от снова нуля до бесконечности. Правильно? Ну, от какого-то выражения я его не пишу, равно. Меняем местами. Значит, первое суммирование у меня будет по P, ну, от нуля до бесконечности. А второе у меня будет суммирование по S от чего? Вот давайте смотреть. S меняется у меня от P до плюс бесконечности. Ну, и естественно, вот в этой второй сумме надо ввести, то есть она напрашивается прямо, вот такая замена. R равная S минус P. Вот видите? То есть это к чему приведет? К тому, что у нас вот этот новый индекс R, он будет всегда меняться от нуля и до бесконечности. Вот, ну, в этом случае у нас S равно R плюс P. Вот, тогда это будет вот такая сумма. P S от нуля до бесконечности по R от нуля до бесконечности. То есть я как бы, видите, фактически избавился от этой зависимости в пределах суммирования одного индекса от другого. То есть VL, как бы, ну, как-то, может быть, это слишком сложно для такого простого шага. Ну ладно. Значит, вот теперь я этот, что ли, прием, я применяю просто вот к этой вот сумме. Значит, у меня здесь есть P, он остается неизменным. S минус P превращается в R, новый индекс, здесь новый индекс P неизменный. А вот этот мультииндекс S, он превращается в совокупность, да, двух мультииндексов. То есть если S у меня равно R плюс P, вот, то понятно, что мультииндекс S, он превращается просто вот в два такие мультииндекса. То есть, учитывая, что у меня тут происходит суммирование по всем возможным значениям, да, никаких ошибок не возникает. То есть для, конечно же, отдельного мультииндекса так написать нельзя, вот, но учитывая, что у нас есть тут суммирование по всем возможным, да, то так написать можно. Вот, поэтому, в случае, здесь у меня получается следующее. Ну, я сначала вот этот дивергент, начало напишу. Так, чтобы я его понятен. Сумма O, P от нуля до бесконечности, сумма O, R от нуля до бесконечности. Здесь у меня будет минус единица. А, ну, минус единица в степени P надо было, конечно, вытащить, но ладно. Значит, здесь D, R, W, здесь D, P, чего? D, V, D, Q, K, N, P. Ну, или P, R. Одну тоже. Ну, и плюс, вот это вот слагаемое, которое стоит, значит, здесь то, что сумма по S, как мы делаем по бесконечности, ну, 11 в степени S, D, S от V умножить на D, U, S. Ну, в принципе, уже почти все. Единственное только, что я еще вот это вот слагаемое, вот здесь вот это вот дифференцирование я выполнил. Значит, то есть дифференцирование, которое у меня применяется в двум сомножителям. Один сомножитель это V, а другой сомножитель это вот D, по D, W, S, да? Ну, формально, как бы, это операторный сомножитель, но я представляю, что он действует на какую-то величину, и тогда тут просто какой-то тоже сомножитель стоит. Вот. То есть, да, ну и вот это правило, значит, а, оно мне понадобится. Ну, оно мне понадобится, я помню, да, как он действует. То есть, я просто, конечно, распишу в явном виде вот это вот D, S, от V, D, U, S. Ну, что это такое? Согласно формуле дифференцирования, это просто у меня будет сумма по P от нуля до S. Здесь идет биномиальный коэффициент S, P, вот. Ну, а здесь у меня идет D, например, так, S-P, V, D, P, нам, вот это вот, D, U, S. Ну, и снова я, конечно же, применяю вот это вот правило, значит, замены вот этих сумм, да? То есть, у меня тут снова возникает сумма по S от нуля до бесконечности и сумма по P от нуля до S. Я снова то же самое правило применяю. Вот это у меня превращается в R, ну, это остается P, S у меня становится R, P, да? Ну, а здесь вот S стоит, превратится в P плюс R, ну, B плюс P, да? Вот. Вот. Вот все это вместе, значит, с учетом всего этого, у меня получится, как бы, вот это вот дождество, что я посмотрю. Так, ну, как-то я должен, наверное, ну, давайте я хотя бы вот это отдельное слагаемое запишу, то есть отдельно вот эту сумму запишу, и так, значит, с учетом вот этого правила у меня, значит, была такая сумма по S от нуля до бесконечности и минусе единицы степени S, вот это подставим, сумма по S от нуля до бесконечности и минусе единицы, вот это подставим, сумма по S от нуля до бесконечности и минусе единицы, и так, это подставим, lan, нуля—ac. ct,rin, s, d, и la—ac. Вот, и теперь это превращается просто в сумму по P для бесконечности, Сумма P от 0 до бесконечности минус единицы в степени P P-R Дальше линеральный коэффициент P, P-R Дальше идут D, R, V D, V D, U, F Ну и я просто пишу то, что получилось у меня Исходное выражение Исходное выражение Исходное выражение И оказалось, что это равно Значит, вот это вот Член с герденцией Значит, здесь Сумма P Да, в бесконечности минус единицы степени Сумма P В бесконечности Исходное выражение В, D, D, E, K, R, P Сейчас герденцией Сколько закрылось? И плюс Ну и это вот фактические выражения Исходное выражение То есть Сумма Сумма Удоболевая Умножается на вот эту вот сумму Исходное выражение Значит В бесконечности можно для красоты снова но я просто как бы это необязательно ну вот вот это вот значит основное операторное то что основной оператор значит дальше мы будем ну им пользоваться рассматривая что ли некоторые частные случаи вот первый частный случай это позволит нам вывести так называемое тождество метр значит вот что это такое мы положим вот эту величину в равной единице положим значит в равной единице дальше мы вот теперь будем рассматривать несколько функций да и соответственно W мы сразу заменим на W альфа ну и тогда тут подразумевается вот здесь еще будет суммирование по вот этим вот индексам альфа а W это будет такое же как в операторе ли операторе то есть это альфа минус у альфа если мы такую замену сделаем то вот этот вот наш оператор он просто превратится в оператор Y почему? ну я как бы напомню что оператор Y это вот что такое значит D S любая альфа ну здесь подразумевается суммирование и по альфа повторяющимся индексам и по мульти индексам S и фактически вот это суммирование можно смотреть на формальный ряд то есть это будет точностью вот этого возражения первого дальше если я полагаю В равном единице то что у меня тогда получится? у меня тогда получится D R вот это вот D R это что такое? ну это конечно же дельта символ R0 да? то есть сумма по R у меня пропадет останется только один член с R равным нулю вот ну а если мы теперь посмотрим во что превратится то есть во что превратится эта моя сумма? вот то есть вот эта вот сумма по R 0 до бесконечности минус единица в степени R C P R плюс P D R V D P D U R P ну то есть от всей суммы останется только одно слагаемое с R равным нулю при этом значит вот этот биномиальный коэффициент C будет P P единица единица вот то есть очень хорошо у нас останется фактически вот что D D то есть минус единицы этого нету этого нету этого ничего нету вот D U ну и нулевой я не пишу конечно здесь вот это равное нулю не пишу а будет просто P да? вот так вся сумма в это превратится и тогда вот это вот выражение сумма O P от нуля до бесконечности минус единица в степени P и вот от суммы осталось вот это вот D P а я должен альфа писать еще этот самый альфа значит D P D D альфа P это конечно же что такое оператор Эйлира это у меня есть да? это оператор Эйлира вот вот ну и наконец я веду еще один оператор который конечно же присутствует как бы вот здесь вот здесь вот он записан я скажу что вот пусть у меня есть такое ну давайте так вот я вот это вот выражение запишу явно чтобы было видно что вот это именно ОНО о нем я говорю да? сумма P я жду в бесконечности минус единица в степени P сумма по R до бесконечности D R дальше я должен писать W альфа да? здесь у меня вот это W у меня равно единице вот это вот W да? равно единице я умею значит D P дальше D U K P вот то есть написал вот это мое выражение ну вот этими предположениями вот и скажу что это у меня будет равно равно некий оператор N ну видно что вот здесь из всех индексов значит у меня остается да один индекс по которому суммирование не ведется K да? поэтому выражение должно зависеть от K обязательно значит NK минус 7K ну то есть тем самым я определил вот этот оператор NK который называется NK это оператор NK оператор NK значит теперь если я все вот эти вот выражения да? ну то что я определил то что раньше как бы я знал поставлю в это мое значит тождество основное операторное тождество во что оно превратится ну давайте посмотрим устно я как бы скажу а потом запишу вот здесь у меня стоит V и умножить на Y практически да? ну V это равно единице поэтому просто Y да? Y значит здесь у меня будет стоять DK DK от N минус вот это вот XK ну по определению просто оператора N по идее то есть это будет N минус XK ну а вот здесь вот у меня что остается W ну теперь это будет W альфа а вот вся эта сумма вся эта сумма как мы знаем это просто оператор E альфа да? то есть вот я записываю это тождество только не получится в таком виде Y равно DK M M K минус X ну так вот еще DK минус XK плюс W альфа E альфа вот ну или я как бы для того чтобы это выглядело более симметрично что ли ну и кроме того там увидим сейчас вот это слагаемое ну как бы перетаскиваю сюда налево и тогда я должен записать так Y плюс D K C значит поскольку тождество у меня операторное операторное то я понимаю что все члены которые участвуют они как бы действуют как операторы на то что ну какую-то функцию дифференциальную да то есть на самом деле вот здесь вот вот это вот выражение оно читается не как дивергенция от вот этого а как дивергенция от ну то есть вот эта вот дивергенция она берется от вот NK умножить на XK и умножить на дифференциальную функцию да ну когда я должен это это же сохранять и здесь то есть у меня дивергенция берется вот здесь имеется ввиду не от ксика вот от этого а от ксика умножить на дифференциальную функцию вот этот факт я обозначаю как бы такой вот операторным таким перемножением это как бы у меня произведение оператора то есть оператор ксика тогда в этом смысле вы смотрите это можно было и здесь понять вот если я вот это имею ввиду вот это оператор да вот здесь вот оператор вот это я тоже понимаю как оператор то есть это не просто числовая функция это оператор оператор умножение на дифференциальную функцию вот это умножается то есть понятно так значит ну равно д.к. ну тут я вот ну вот вот это вот я буду называть тоже дострометром а значит вспомним также как оператор игре вот этот операторы связан с оператором и оператором пикс то есть на самом деле показывали это я еще раз напишу что на самом деле у меня было показано что из это равно игре плюс сика ну а тогда тогда вот это вот то что стоит и крик плюс дк сика это что такое y плюс ну теперь я действую уже Это будет вот что такое. Первый оператор вот такой вот и плюс вот такой вот, да, то есть вот это вот, ДККСК, оно имеет два такие смножки. То есть, ну, снова вот эта величина, это уже оператор умножения вот этой функции, да, и потенциальной функции. Значит, здесь мы узнаем, конечно же, вот, есть оператор Х. То есть это будет равно Х плюс, а вот тут уже стоит дивергенция. И тогда вот это же самое дождество ньотер я записываю еще и в таком виде. Х плюс ДККСК равно ДКНК плюс ДККЕЙ. Вот еще одна форма, ну, через оператор Х. Того же самого тождества ньотер. Значит, видите, тут это как бы операторное тождество, но, правда, конечно, с вот этими предположениями, да, что W это не просто какая-то функция любая, а вот конкретная вот такая вот, связанная с локальным образованием. Но, тем не менее, это операторное тождество. Так, ну, значит, давайте... Я не знаю, вот, мне кажется, все-таки мы его получили как-то так вот абстрактно, да, как там суммирование было формальных рядов каких-то до бесконечности, да, и так далее. Давайте посмотрим, что получится или как это будет выглядеть, если у нас дифференциальная функция, реально вот наша дифференциальная функция, на которую мы действуем этим тождеством, это, допустим, ну, такой типичный Лагранджан. Ну, а типичный Лагранджан это тот, который зависит у нас от, значит, от чего? Ну, максимум от x, u и u' Вот такая вот дифференциальная функция. Вот, то есть во что превратится вот это наше тождество ньотер или будет ли оно выполняться, вот если угодно. Ну, как можно сделать? Надо, конечно, вспомнить вот в случае такой дифференциальной функции во что превращается оператор x, посмотреть, что такое будет оператор n, оператор l и посмотреть, вот реально как бы это будет выполняться или нет. Да, ну, то есть, как бы, я, если угодно, какую-то такую глупую проверку этого тождества делаю, да, что, а имеет оно смысл, если я, как бы, возьму какой-то частный простой случай, вот, как оно? Получится, а то больно уж абстрактное, как мне кажется, рассуждение. Вот. Ну, давайте посмотрим. Значит, вообще оператор x, это что такое? это было. Это x и y формулы эквивалентны, вот с оператором y, там немножко попроще, да, проверка. Значит, с y к оператором, вот возьмем вот эту вот форму. Значит, ну, вот что это такое? ds w α d u α s. В случае дифференциальной функции, которая зависит только от первых производных, да, останутся два члена, то есть, ну, таких, два слагаемых. С s равным нулю, это будет вот такое вот, w α на d u α, и минус, ну, слагаемые с первой производной, да, больше ничего нету в нашей дифференциальной функции. То есть, это будет вот такой, dk w α d u α . Так, ну, здесь у меня стоит величина, она, как бы, ответы дифференциальной функции. Ну, зависит, конечно, но, как бы, я ее трогать не буду. Значит, оператор Эйлера во что превратится? Оператор Эйлера превратится у меня. Ну, во-первых, есть зависимость от функции, да, а значит, это будет d u α. И дальше пойдем со знаком минус. Плюс у меня dk t, d u α. Все, больше слагаемых не будет, да, вторых производных нету, больше ничего нету. Так, ну, оператор, вот этот n во что превратится? Оператор n во что превратится? Оператор nk, ну, еще раз я его запишу, это, в общем случае, что такое? Дмитрий К плюс вот эта вот сумма, да, которая там стоит. То есть такая сумма по P, определяем бесконечность R, соответственно, со степенью P. и вторая сумма, сейчас там сумма по R, определяем бесконечности, значит, d, r, dv α, а здесь идет у нас dp, d u α, kp. ждем по у нас обширотых, так. Как так? Ну-ка, в 31 мифе не путал, Inc. Д, R. А почему тут На14 в Zeitk я когда переписывал эту сумму, посмотрите, когда я вводил оператор N, я, по-моему, тут пропустил еще индекс 1, R, вот здесь надо писать, а иначе там, то есть, вот тут же у нас по двум индексам, когда я вводил оператор N, вот эту запись посмотрите, у меня было написано P, а если вы на строчку выше посмотрите, должно быть PR, да, получается, вот у вас это есть, посмотрите, вот же, нет, это другой, так, вот это, да, вот это, вот это вот у меня тут есть и R и P, видите, вот здесь вот, да, и у вас там тоже это есть, вот, давайте, вот сюда, вот сюда смотрим, вот сюда вот, видите, и R и P есть, а вот здесь, а вот здесь я не написал R, то есть я просто, вот, когда вводил оператор N, слышал это, вот, 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 когда я вводил оператор N, я вот тут вот R не дописал, вот, его надо сюда дописать, ну вот, значит, а то иначе, как свертки, что-то получится, вот, ну, превратится это теперь во что у нас? КСИК останется, вот, а здесь у нас, смотрите, поскольку оператор, то есть, Водорожан у нас зависит только от первых производных, да, то максимальное, вот, максимальное возможное значение индекса суммирования и P и R, да, только от производных зависит, нули, нули, потому что уже при P равном нулю и при R равном нулю, ДУ по D альфа катэ, меньше, чем первая, вот тут вот производной нету, вот здесь, видите, как, самая меньшая производная первая, а у нас только от первой производной, все, значит, у нас превратится выражение, которое соответственно и P и R равном нулю, 0, 0, 0, ну, вот здесь вот 0, да, и это будет что такое? Плюс, значит, во-первых, потом будет В альфа, Д, У альфа катэ, вот, ну и тогда мы вот это вот посмотрим, получится у нас правая часть равна в этой части, да, и все проверим. Так, мы пишем, значит, у это вот это выражение, значит, В альфа, Д, У альфа, минус Д, К, В альфа, Д, У альфа катэ, это я просто написал у, вот, для нашего случая, когда у нас есть только первая производная, да, дальше, плюс Д, К, С, К, равно, ну, дальше я пишу вот так вот, Д, К, тут квадратные скобки, в смысле, операторное умножение, да, вместо Н я пишу вот это выражение, X, К, плюс, У альфа, Д, У альфа, К, и минус, 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 Д, У альфа, минус, Д, К, Д, У альфа, минус, Д, К, Д, У альфа, К, ну, вот, записал правую часть, левую, ну, и теперь я должен, вот, скажем, вот это выражение у меня стоит в левой части, вот, я должен посмотреть, а правая эта часть получится или нет? Почему минус? А, вот, вот здесь вот плюс, прошу прощения, так, конечно, вот плюс, я, как бы, вот здесь, все, прошу прощения, ну, очевидно, да, вот у меня это слагаемое и вот это одинаковое, да, вот, вот, ну, а дальше что? Дальше у меня будет вот плюс ДК, вот, вот это вот, W альфа, Д, У альфа, К, ну, и здесь будет плюс, плюс, А, W альфа, Д, У альфа, К, и минус, W альфа, Д, У альфа, К, вот, так, ну, смотрим, значит, вот это, может, то, что надо, вот оно, да, значит, а здесь, да, вот еще явным образом выделяется, да, ну, вот это вот и вот это вот. А, ну, конечно, да, сейчас смотрю, не получается, конечно. В выгрики-то, откуда этот знак-то взялся, я, что-то это самое, вообще, вот, в выгрики-то нету никаких минусов, тут плюс должен быть и тут плюс должен быть, то есть конкретно, да, делается. Ну, вот, а вот эти два слагаемых явно, да, равно вот этому, видно, да? То есть, действительно, как бы, вот, ну, если расписать вот это произведение, да, то в точности получится вот это, вот, ну, вот, то есть, вот, в этом простом случае, как бы, тождество ньота можно было бы вывести, если бы, вот так, вот, здесь вот, для вот этого выражения так странно перегруппировать вот эти слагаемые. Ну, правда, как бы, надо объяснять, зачем это нужно, там, и так далее. Ну, тоже можно, как бы, выводить тождество ньотра. Так, разобрались. Ну, и... Ну, устали еще, нет? Ну, давайте... Ну, давайте пять минут перерыв сделаем, да, и еще там немножечко поговорим. То есть, применение. Так, ну, и вот, значит, с этим тоже диском ньотра, конечно, тесно связана тема законов сохранения. Давайте, мы готовы. Судим тоже. Итак, значит, законы сохранились. Сама теорема ньотра? Сама теорема ньотра? Ну, да, с этой вот, с теоремой ньотра, с тождеством ньотра. Значит, итак, записываем наши тождества ньотра. Ну, такого вот, иди. Значит, тождество ньотра записываем. Ну, и, значит, пусть у нас наша дифференциальная функция – это гранжан. Ну, в принципе, как бы, не важно, от чего он зависит, но... Такого типичного гранжана зависит только до первых производных. Вот, ну, тут это принципиально. Вот. Значит, пусть... Ну, первое предположение. У нас есть вариационная симметрия. Есть вариационная симметрия. Ну, этими словами я что понимаю? То есть я беру только те преобразования зависимых и независимых переменных, координаты функций, которые, значит, удовлетворяют вот этому условию вариационной симметрии. Значит, рассматриваю только вот эти преобразования симметрии. А это что означает? А это означает, что у меня х плюс вот этого где-то сика равно нулю, как мы знаем, да? То есть это условия, ну, и критерий, как бы, вот, наличие вариационной симметрии. Ну, или, конечно, критерий, значит, для тех преобразований, которые не изменяют значение функционала, функционала действия. Первое. Второе. Мы находимся на экстремарях, да? То есть, как это сказать? Ну, так я не скажу еще. Ну, мы находимся на экстремарях. Экстремарях, значит, нашего функционала действия. То есть, выполняются у нас выполняются у нас вот эти вот уравнения Эллера-Лагранжа. Выполняются. Так, извините, Зерянова, Наталья Павловна, с вами, я отвечу, пожалуйста. Алло! Здравствуйте, Наталья Павловна. Ну, да, по идее. До какого этапа? Дальше. Ну, да. Так. Смех. 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 Если надо вперёд. Ну нет, только он сквозь не сможет. Джон, что, курнул что ли? Ну, не знаю. Летать разведывается. Нет, не хотел. Я управляюсь теперь. А, Тарина спаси. Может, он нашёл себе. Здесь глядёт. Чё он делается на палец. Чё ты хотел сказать? А, раскрутить. А, раскрутить. Смотрел на видео, спасибо. Всё. Как-то я не хочу, чтобы он стал двигаться. Итак, значит, ну, тот факт, что мы находимся на экстремале, означает, что у нас выполняется уравнение Элли-Лагранжа, но, если вариационная симметрия, она сохраняет любое значение функционала, то есть, это такие преобразования, которые сохраняют любое значение функционала, то и экстремальное значение функционала, то есть, именно экстремальное значение, она тоже сохраняет, да? То есть, вариационная симметрия является обязательной симметрией для уравнений Элли-Лагранжа. Обязательной симметрией. Пусть два эти условия выполнены, значит, тогда мы, естественно, действуем тождеством нёта на наш Лагранжа. Итак, вот это у нас равно нулю, вот это вот у нас равно нулю, вот это вот у нас равно нулю, и что тогда следует из тождества нёта? Ну, а это и есть как раз дивергентная форма закона сохранения, да? То есть, это и есть закон сохранения. То есть, вот эта величина НКЛ, сохраняющаяся величина, вот это и есть сохраняющаяся величина. То есть, как можно прочитать вот это равенство? Ну, например, так, что любое преобразование вариационной симметрии, любое преобразование вариационной симметрии порождает закон сохранения. Ну, или там любая однопариметрическая группа, или там однопариметрическая подгруппа, значит, в вариационной симметрии порождает соответствующий закон сохранения. Давайте посмотрим, как это работает, ну, для нашей Лагранжиана свободного движения. Итак, посмотрим, во что это превращается, если оператор Лагранжиана одна вторая, это МВ в квадрате, вот, ну, мы, значит, вводя наши обозначения, написали так, по высоте, по высоте, ну, по альфа, ну, суммерно, по времени, по Т, конечно, нет. Вот, значит, напомню, что мы вводили в этом случае преобразование независимой переменной, она одна у нас, это время, которое зависит, ну, от Т и от Р, фактически, да, то есть, и преобразование зависимых переменных, преобразование зависимых переменных, тоже в таком же виде, от Т, от В, фактически, от Т. Значит, и соответствующее им преобразование, вот, кстати, локальное преобразование, это мы обозначали как Тау, ну, которое зависело, естественно, от Т и от У, альфа, да, и соответствующее преобразование, это альфа, которое зависело от Т и от, тоже, У, альфа. Мы эти преобразования нашли, да, в прошлый раз. То есть, вот, наше преобразование Тау, ну, как функция от Т, ну, и снова возвращаясь к вектору, примерно, от Р, да, это было вот что такое, некий параметр Тау плюс преобразование, связанное с параметром В. Вот, то есть, два параметра свободных, ну, как бы, этих преобразований. Преобразование. И преобразование это, ну, давайте скажем так, тоже в векторном виде, ну, то есть, это альфа, зависящая от Т и от Р. Это был у нас некий постоянный вектор плюс БР и плюс Омега М. Вот, значит, были найдены наши преобразования, да, локальные преобразования. Ну, и теперь нам надо записать, получается, вот этот вот вектор, то есть, ну, оператор N, оператор M. И он будет у нас порождать как раз вот эти самые сохраняющиеся величины, да, законно сохранения порождает. Давайте его напишем. Значит, итак, NK, это что такое? CK плюс, ну, уже можно без сумок писать, да? То есть минус единца в стекло p, D, D, W α α, D, W α K, P, D. Ну, предполагает суммирование в конкурисе, да? Но как мы знаем, у нас остается только слагаемые с V и C в равную нулю, оператор лограмм, потому что зависит у нас только от производных. Ну а независимые переменные у нас фактически одна, это время. То есть это во что превращается? Превращается у нас вот такой оператор Nt, ну или N его можно назвать, потому что T единственное переменное. Тау плюс Pr в равную нулю. Вот остается фактически вот эта вот величина W и здесь Dv, вот так. Ну вот, все что остается от оператора. Ну а для W надо написать выражение. W, ну слово там, альфа это что такое? Это есть это альфа минус U альфа. Ну в общем случае там какое-то L, C, L. А в нашем случае это превращается в W вектор, который равен вектору это минус. производная только одна, да, то есть по времени, ну а значит это производная будет координат по времени. То есть V минус V множить на tau. То есть W вот что такое. Это надо подставить вот сюда. оператор N будет иметь следующий вид. Тау плюс вместо это альфа. Альфа минус A, B, F, D, L. Вот что это такое. Ну а когда мы подставим выражение теперь вот эти найдем, да, то получим. Альфа минус A, B, F, D, L. Минус A, B, B, V, E, V, E. Закрываю скобки. вот ну а теперь конечно для наглядности надо сгруппировать по параметрам то есть вот я беру ничка параметр там я чуть здесь встречается минус плюс ну дальше смотрим вот так плюс а ну я не могу я не могу написать 1 1 дальше метро вот здесь значит минус 2t 2t в dv так следующий параметр а ну еще есть а параметр вот даже раньше а да вот а а и последний параметр омега омега но с ним тоже очень просто то есть это омега r dv вот ну все эти как бы каждый из этих подгрупп ну тау а b омега порождают свой закон сохранения можно дальше по отдельности рассматривать вот давайте посмотрим что это за законы сохранения то есть как и как они получаются мы должны вот этими слагаемыми каждым по отдельности действовать на лаграмжан и величина которая получится это есть сохраняющиеся величины да то есть вот так получается законы сохранения вот ну пример тривиальный но вы конечно должны чувствовать что это некоторая общая методика которая не апеллирует ни к каким там соображением таким физическим да правда а то есть это некоторая такая математическая процедура получения законов сохранения ну правда конечно чудес никаких не бывает математика физику не заменит где тут физика скрыта физика и конечно скрыта в моментах с которых все начинается то есть вот вы записав лаграмжан физику какую-то должны закладывать вот ну и на самом деле а записывая таким образом закон о сохранении вы тоже определенную физику закладываете ну так не явно то есть ну допустим там какие неграничные условия там начальные условия там начальные условия вы тут никак не включать ну предполагаете что это закон о сохранении типа значит вот в некоторой однородной среде в некотором небольшом объеме допустим однородной среде что-то такое да то есть вот каких-то конкретных гранических условий нет вот такое общее то есть этот малый объем может поместить в любую точку независимо от чего ну и так далее то есть но тем не менее общая такая методия давайте посмотрим значит tau если мы вот этим вот tau действуем вот этим вот слагаем 1 минус v dv действуем на лаграмжан ну смотрите что такое вот это так то есть это у нас получается 1 2 m v в квадрате минус ну вот тут смотрите по v дифференцируем на v домножаем да минус m v в квадрате равно минус 1 2 m v в квадрате и так сдвиг по времени порождает у нас сохранение энергии да то есть это сохранение энергии энергия вот дальше ну логично сдвиг по координате да сдвиг по координате сдвиг по координате то есть я возьму параметр а выделю оттуда а n некоторое фиксированное направление возьму да вот ну тогда у меня будет а n но на v действующий на оператор лаган ну и что у меня получится импульс в умножить на m v а это что такое ну это конечно m умножить на v то есть это импульс какие должны быть однородность время порождает у нас сохранение энергии однородность пространства ну сдвиг ну естественно это как бы что должно породить у нас омега вращение моменты инкурса проверим то есть ответ не знаем ну и проверка тоже элементарная снова омега как модуль выделяю и тогда у меня значит n то есть это направление вращения r l ну и что превращается то есть я должен как бы на дв еще да dv l ну а dv l это что такое импульс то есть у меня получается так n на mv здесь вот сейчас так вот здесь у меня получается импульс n на r на импульс ну mv ну это у меня смешанное произведение я естественно могу его переписать таким импульсом n умножить да r p вот он момент импульса так и должно быть момент импульса ну и наконец интересно а b что связано да это что за закон это что за закон с b то есть мы должны подействовать вот этим вот 2t плюс r минус 2t v dv действуем на a 2t здесь 1 2 mv квадрат плюс здесь r минус 2 t v ну dv n r это снова mv равно ну ну что у нас получается здесь t mv квадрат а здесь получается 2t mv квадрат да то есть минус вот ну как бы вот это итак получается следующее r mv минус t m v квадрат ну что можно сделать общие множители можно вытащить а это что такое m можно вытащить за скоби и v один раз можно вытащить за скоби да ну именно так вот написать а mv mv а в стопах тогда останется r минус t v ну а теперь учесть можно что mv это сохраняющаяся величина это импульс да сохраняющаяся величина и тогда получается что у нас сохраняется вот такая величина r минус t на v то есть вот это вот можно обозначить как некоторое q да такой вектор q это некоторая сохраняющаяся величина что же это такое вот то есть величина которая не изменяется что ли со временем то есть на самом деле в системе центра масс это будет ноль конечно да то есть это движение центра масс по сути дела описано то есть есть вот некоторая выделенная система которая просто будет давать нам значение это величина равная нулю ну или значит в другом случае у нас будет там какое-то равномерное движение то есть это величина не будет меняться времени то есть центр масс движется там с постоянной скоростью что v равна r так ну все вроде правильно ну естественно вот если посмотреть на исходную что ли формулировку вот законов сохранения связанных с теоремонетом то можно ну по крайней мере в двух направлениях ну некоторые изменения ввести вот во-первых во-первых значит можно рассматривать преобразование это как бы уже такие заключительные замечания еще да во-первых можно рассматривать преобразование тут что ли так дополнение запишу дополнение значит можно рассматривать преобразование которое которое не является преобразованиями вариационной симметрии а удовлетворяет некоторому следующему условию пусть это у нас будет равно ну некоторые дивергенции некоторые величины вот если рассматривать такие преобразования то даже мы находимся на экстремале вот тогда закон о сохранении ясно приобретут следующий дико равно то есть вот вот это вот величина будет играть роль сохраняющейся величины то есть можно получать законы сохранения вот таким образом то есть из преобразования которые уже не является преобразованием симметрии ну это иногда называют вариационно-дивергентная симметрия то есть мы имеем как бы такую не критерий инвариантности а такой как бы диверген да то есть немножко вообще раз ну и 2 2 а мы рассматривали уравнение свободного движения по сути да то есть вот это что ли 1 2 2 вот мы рассматривали уравнение вот такие а если значит заменить эти уравнения вот на такие то есть это по сути тоже уравнение лагранжи но с такой внешней что ли силы до внешней силы можно так на это смотреть хотя ну ладно в общем массу отговорок я не буду делать самом деле нормальный включен нас включается в присутствие потенциальном какого-то поле да включена в лагранжа но тем не менее вот если рассматривать вот так то понятно что наши вот эти законы сохранения они тоже будут изменяться самом деле но в частности у нас из тождества нюта будет следовать вот такой будет равно минус ну то есть вот это вот вот это условие вот ну и снова можно видеть что на самом деле вот то что раньше было законами сохранения теперь примет нет некоторые другой некоторые другой ну в частности вот я опять же выводить это не буду там элементарно можно проверить в частности у нас для параметра то у нас в нашем конкретном случае это будет что-то это будет вот такое требование теперь по дт но это как бы кусочек вот этого дт дальше нк на н это энергия должна быть в квадрат пополам равно на б да то есть вот это то есть это фактически видите как это будет уже ли не закон сохранить сохранение ну то есть закон сохранения энергии но в виде вот тут появляется у нас еще работа ну внизу рей то есть мощность выделяемая мощность то есть с силами дальше для параметра а для параметра а а вот что превратится у нас это просто будет уравнение движение ну понятно что для параметра омегра если закон о сохранении момента импульса будет уравнение связано с изменением этого импульса ну и с законом который у нас был с параметром b ну будет связано изменение вот этого тут тоже как бы на самом деле как бы повторение этого законодвижения нужно ну то есть вот на этом я хотел закончить сегодня ну а дальше мы немножечко таки он продолжил все через неделю